В России продают льготные кредиты для бизнеса. Ранее они выдавались под 2%, теперь ставка повысится до 3%. Это ставки для так называемых пострадавших отраслей. Остальные компании могут получать льготные кредиты под 7%. Это программа, реализуемая в рамках национального проекта МСП. Государство компенсирует кредитным организациям недополучную прибыль. Сейчас тему льготного кредитования субъектов МСП обсудим в нашей студии. У нас в гостях Алексей Пылов, директор офиса Пермский Райфайзенбанк. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что смогли найти время. Как вы считаете, вот эти льготные кредиты, которые продлили по 3% для так называемых пострадавших видов бизнеса, насколько они будут значимы? Участвуйте ли вы в этой программе? Я думаю, что эти кредиты будут вполне востребованы, учитывая, что кредиты под 2% со стороны предпринимателей, со стороны наших клиентов, по обратной связи от них, они были очень интересны. И многие клиенты говорили о том, что они с благодарностью относятся к государству по внедрению этой программы. Поэтому я думаю, что и под 3% они также будут востребованы, учитывая, что незначительная коррекция в плюс здесь связана с тем, что экономика уже начинает восстанавливаться после пандемии. А вот эти кредиты, которые под 0% выдавались, какие-то были прогнозы, уже в начале этого года появились, что многие из них будут уходить в просрочку. Видна ли сейчас такая тенденция? Замечаете ли вы ее? Или там более-менее пока все в этом сегменте? Видите ли, там все более-менее, учитывая, что эти кредиты выдавались именно под зарплату для сотрудников. И основной задачей было сохранить штат. Если штат сохранен, если предприниматели пользовались этими кредитами осознанно, и они понимали, что у них не будет сокращения, либо существенного сокращения по персоналу, то, конечно, для них именно этот продукт был просто фантастически выгодный. Можно сказать, что это бесплатные деньги. В каком смысле? С одной стороны. С другой стороны, это, конечно, хорошая такая тоже мера поддержки, которую мы увидели. Алексей, давайте перейдем к основной теме. У нас вот эти кредиты под 7%, которые льготные, они будут востребованы бизнесом? Сейчас бизнес начинает потихоньку восстанавливаться? Какие-то свои инвестпланы, возможно, расширяет бизнес, масштабирует? Да, мы ожидаем, что эти кредиты будут очень востребованы. Более того, мы проводили исследования в конце прошлого года, и ориентировочно 40% участников этого опроса подтвердили, что в текущем году они планируют нарастить обороты по своему бизнесу вплоть до пандемийного уровня. Поэтому эти кредиты под 7%, к тому же это еще и более улучшенная программа. Мы часто слышали, что она называлась 8,5% ранее. Сейчас стали деньги еще несколько дешевле, я думаю, что они будут востребованы. По нашим оценкам это совпадает. А вообще сложно их будет получить в банках? То есть это какие-то усложненные условия? Нет, это стандартная процедура с точки зрения оценки заемщика. Это стандартная процедура с точки зрения каких-то документов, документального пакета. Это тоже вполне стандартная процедура. Единственное, нужно обязательно проверить, насколько ваша отрасль соответствует этим критериям, чтобы отрасль подходила. И включен ли ваш бизнес в единый ресурс субъектов малого и среднего предпринимательства. Вот это важно упомянуть. А вообще как предпринимателю подготовиться? Вот он собирается идти в один из аккредитовных банков. Неважно, в Сбер, ВТБ, Райфайзенбанк, огромный список банков. Как ему подготовиться? Что нужно первое, на что обратить внимание? Ну такой некий алгоритм подготовки, чтобы получить этот льготный кредит. Достаточно подробные инструкции размещены на портале мой бизнес. Но я коротко скажу. Нужно в первую очередь убедиться, что бизнес соответствует условиям программы. И вот эта сфера бизнеса, о которой я только что упомянул, она как раз попадает в этот перечень приоритетных. Также нужно убедиться, что этот перечень включен в единый реестр малого и среднего предпринимательства. Это можно сделать на сайте ФНС России. Информация туда попадает автоматически. И дальше уже подготовить пакет документов. У тех или иных банков он может несколько разниться. И обратиться в один из банков, участников этой программы. А вообще банки-то в первую очередь на что смотрят? На финансовую составляющую, на финансовую модель? Смотрят на последний год, какой был оборот и так далее, что потом не снижался? Конечно, конечно. Банки смотрят... У нас, например, не сильно отличается этот процесс от стандартного процесса при получении кредитов. Безусловно, банки заинтересованы в том, чтобы качество финансов, качество компании, с точки зрения финансов, оно было на достаточно приемлемом уровне. Для того, чтобы получить это финансирование. Обычно, например, есть залог, он является дополнительным фактором, но все-таки это не основной. Самое главное, это финансовые показатели компании. Это не основной, это гибко. Зависит от банка, зависит от их подходов. Но в целом эта программа не предполагает каких-то исключений в данном случае. Что это вообще для экономики, значит, для экономики региона? Эти льготные кредиты под 7%. Это какое-то более быстрое восстановление мы увидим. В начале, когда прошла первая волна пандемии, все экономисты твердо заявляли, что экономика не восстановится 3 года. Что мы там 3 года будем расти, в какой-то стагнации будем. Эти кредиты помогут этот срок ускорить? Конечно, безусловно. Мы считаем, что эти кредиты, они обязательно, и они уже являются, они же уже являются, эта программа начинается с 2019 года, и по сути эта программа уже длится 2 года. То есть мы видим 2019 и 2020 год. И правильно оценивать эту программу вкупе этих двух лет. Понятно, что прошлый год мы не ожидали, что будет таким, какой он был, но при этом он завершен, и сейчас мы видим, что экономика уже восстанавливается. И эти кредиты, льготные, под 7% сейчас, которые мы наблюдаем, они дополнительным стимулом будут являться для экономики и для тех сфер бизнеса, которые претерпели значительные изменения. Для кредитных организаций это тоже такая мера поддержки, но тем не менее. По большому счету, для банков, которые участвуют в этой программе, они же в таком случае, эти кредиты являются субсидированными в какой-то смысле, и для банков, конечно, это тоже определенная, может быть, даже не прямая, а косвенная, но мера поддержки, потому что банки вовлечены в этот процесс как участники, без которых не будет бразить. Не потребительский спрос, а спрос малого и среднего бизнеса на эти кредиты. Верно. Таким образом. Вообще, вы не ждете, что эти кредиты могут в какую-то просрочку идти? Смотрите, учитывая тот факт, что банки подходят к принятию решений достаточно осознанно и взвешенно, и процедура и подход не сильно отличаются от стандартного, то говорить о просрочке, наверное, не стоит, как минимум, это преждевременно. Мы не думаем, что эти кредиты будут какими-то особенными в части выхода на просрочку. Нам так кажется. Да, ставите ли вы себе какие-то планки, сколько в Перми, например, ваше отделение может выдать таких кредитов? Есть ли какая-то сумма, которую, может быть, вы ставите в план на 2021 год выдать таких кредитов, льготных, именно льготных подседательных? К концу прошлого года мы почувствовали повышенный интерес к этим кредитам. Если, например, в течение прошлого года средний процент таких кредитов среди общего портфеля у нас составлял 20%, то уже в начале этого года он приближается к 40%. То есть были определенные наработки в конце прошлого года, которые позволяют нам в этом году видеть такие существенные изменения. Мы констатируем определенный интерес со стороны бизнеса именно в пользу этого продукта, который предлагает банк. Алексей, такой последний общий вопрос. В целом мы кредитование малого и среднего бизнеса в этом году увидим какое-то оживление. Будет ли это, например, на уровне прошлого года или на уровне докризисного 19-го? Что вы ждете в целом? Я понимаю, прогнозы это дело неблагодарные, но тем не менее. Мы рассчитываем, что в этом году ситуация совершенно точно будет более живой, более импульсивной, чем это было в прошлом году. И очень рассчитываем, что вся эта ситуация вернется к уровню 19-го года с расчетом на развитие, как если бы в 20-м году не было пандемии. У нас очень позитивный взгляд на текущий год. И в эту программу в частности. Забыл спросить еще с точки зрения вообще денег. Всегда компаниям нужны какие-то такие дешевые деньги. Но сейчас многие эксперты говорят, что вот сейчас самое время брать кредит, потому что звучат разные прогнозы по ключевой ставке, что она в 22-м году, например, может уйти и до 6%. Соответственно, и коммерческие кредиты тоже прибавят в 1,5%. Есть ли такая история, что сейчас лучшее время, второе лучшее время, когда взять кредит? Сложно сказать. Не просто спрогнозировать эту ставку на ближайшее время, или на более длительные перспективы, более долгосрочные. Но при этом послушать экспертов, которые считают, что сейчас хорошее время для того, чтобы попробовать взять недорогие деньги. Я думаю, что стоит послушать это мнение и стоит к нему прислушаться. Потому что действительно есть такая опция. Спасибо огромное. В нашей студии Алексей Ипылов, директор офиса Пермской Айфазианбанка. Мы говорили про льготное аккредитование МСП. Спасибо огромное, Алексей. Спасибо.